так друзья всем привет значит к вашему вниманию продается продуктовый магазин а так чтоб солнце не светило вот такой магазин называется теремок находится по улице дзержинского 116 а у нас центр получается метров 500 дорога на центр а эта дорога на новоселовку это в частный сектор там три больших улиц сейчас кратко расскажу так получается вот это вот это отделение для холодильника у нас тут стоял двух двухкамерный холодильник двойной coca-cola летом продавали напитки сейчас покажу внутри и скажу тоже цену сколько вот так получается он сбоку вот так есть кондиционер есть видеонаблюдение он камера висит там на столбу и видеонаблюдение внутри над касса и общий план магазина вот такой сам магазин размер магазина 6 на 3 по моему если я не ошибаюсь крыша металлочерепица двухскатная чердак чердак рабочий утепленный магазин очень теплый я сам его утеплял это мы сами все делали когда купили купили его 10 лет назад пользуемся ним 10 лет назад также есть колодец сейчас пойдем назад я покажу и есть туалет тут также хорошо продается пшеница пшеница дробленая кукуруза по 70 гривен ветру тоже кстати хорошо берут сейчас мы там держим мешки ну насыпаем там кому надо так внутренняя часть и внутренняя часть а так идет это вот отделение в начале это под химию такое порошки зубная паста там шампунь и вот это холодильники морозилка раз морозильный там два туда мы там мясо сало которое не продается ложим тут морозил морозилка под мороженое сегодня только завезли свежие печенье всякие заварнушки вот так вот так внутри тут тоже все в товаре магазину у нас я говорю 10 лет 10 лет работает тут жена витринный холодильник ну и продукты там сзади и тут а касса камера тут а над кассой камера регулируется и камера общий план магазина но летом там убираем когда кондиционер кондиционер фунциклирую фунциклирует работает все хорошо хватает на магазин с головой магазине не жарко и ничего не пропадает это летом вот так друзья сейчас покажу сзади как сделано именно задний план но тут а так все короче так хороший магазин хорошем месте ну решили продать решили продать я там не буду говорить наши дальнейшие планы и наши как бы цели на дальнейшее ну знаете зачем она кому надо что мы там планируем вот так это я уже стал тут пластиковые двери пластиковое окно жалюзы ролеты это все уже я стала я покупал его он далеко не такой был это мы уже делали тут подливку крыльцо это отделение кровли эту делался утеплял металл толстый за металлом идет минвата 10 сантиметров и само по себе здание тоже теплая также есть счетчик ну счетчик понятно тут есть на задней двор калитка закрывается открывается но единственное что тут а был у меня вот забор и забор завалила короче снегом с крыши тут сня задержителей нету и снег сошел и завалил весь забор забор был вот такого плана он как там часть осталась я хотел сделать но так все и не дело тут получается тоже двор вот сам туалет аллейка забетонирована ну знаете самое главное когда магазине это садить туалет чтобы продавцу было куда там по маленькому туалет есть и колодец есть но над колодцем нету правда чем вытягивать воду ну колодец не сильно глубокий то есть хватает ведра и веревки ну там вытянуть что такое руки помыть полы помыть вот такое там тряпку прополоскать ну и дерево надо будет в будущем срезать я его когда-то срезал но надо еще срезать она уже выросла вот получается чердак на магазин чердак рабочий можно ходить там вложить складировать я по моему по чердаку тоже раскатал минеральную вату и тоже типа как утеплил здесь что нету здесь нету дверцы под сам магазин но так тут а так надо сделать дверку и утеплить и там пространство можно залезть контролировать делать ревизию под магазином там утеплять полы это знаю что ну туалет показывать не буду туалет хороший вот такой забор был и шоу на так вот это вот трубы которые трубы так и остались туда можно всунуть металлическую стойку залить бетоном и обшить проф листом забор тут такой неплохой дворик это болото все тут можно кто при желании выкопать какой-то какое-то озеро болото что-то такое то есть а так по этой части показал сзади магазина как идет цена друзья цена магазина 200000 гривен 200000 гривен если вы хотите и продукты чтоб сразу вам осталось все с продуктами ну типа дальше начать продавать хуже допустим сразу же ну примеру завтра ну тогда пересчитаем все продукты по оптовым ценам и заберете вместе с продуктами также продукты отдельно получается и сам сами холодильники какое там наше оборудование то отдельно посчитаем а так продукты все пересчитать тут продуктов ну на вскидку тысяч двадцать пять-тридцать где-то так но я думаю так так на глаз она сейчас в принципе то все дорогое кажется что немного а взял там чуть-чуть продуктов и уже пятьсот шестьсот гривен или 300 потратил цены у нас обычные недорогие ни день еще то есть даже смолец есть домашний по 30 гривен баночка но это уже наш домашний так что так магазин я на говорю находится в хорошем месте мы не продаем сигарет и не продаем спиртные напитки может вы это будете продавать мы этим не торгуем нас нет ни лицензии ты желание нету продавать алкоголь или сигареты поэтому у нас только чисто продукты тут а у нас все люди соседи очень хорошие и мы со всеми в нормальных хороших отношениях нас тоже тут все знают так что так вот так ну внутри нормально можно когда уже если новый хозяин будет заходить на магазин и к примеру тут уже ничего не будет можно перестелить только линолеум потому что линолеум чтобы стелить надо вытягивать все оборудование все отсюда и стелить одним куском линолеум это есть проблема надо все вынести поэтому вот так где там какие трещины но так полотали ну принципе нормально хватает а сзади там перестиваем когда надо но то уже каждый хозяин для себя сделать также поменять допустим эти все полочки витрины ну и стойки вот эти все холодильники все у нас позор забиты то есть это все будем смотреть считать ну и договариваться документы есть звоните номер под видео и в комментариях закреплю кому интересный магазин 200 тысяч гривен это недорого я перевел на доллар и я так его и брал но он был далеко не в таком состоянии это я уже все сделал я в то время когда его купил на следующий год по моим 1060 или 70 вкинул только на сам ремонт общего вида евро забора плитки заливки платил и сами что-то делали строителей нанимал то есть я на нем вообще ничего не зарабатывать просто продам но нам надо его продать и двигаться дальше поэтому так это не то что там какой-то магазин что это наш магазин он у нас уже я же говорю лет десять магазин нашей семьи бизнес семьи поэтому так кому интересно я не говорю что именно подписчикам моего канала но интересно кому интересно наши местные смотрят меня ого-го людей много я думаю может кто-то ищет магазин также объект под охраной видеонаблюдения но тут никаких происшествий никогда не было вот так ну покрасить евро забор после обсвежить а так больше делать ничего лампочки менять на улице тоже свет есть но тут а свет включенный получается оттуда у 6 часов вечера включается на столбе свет тут осветит а ну мы и это включаем так что так я тут планировал будущем плитку поменять сделать типа старого города что-то ну а сейчас надумали продать вот так место я говорю хороший да не центр до центра метров 500-600 туда дальше вот по трассе но тем не менее тоже проезжие место и улице зад заду много улиц поэтому вот так вот сейчас сниму вам общий вид как он смотрится так вот так так что так двое дверей одни металлические на 2 замках ну и пластиковые закрывается вот так с этой стороны короче все вот так вот тут идет так у нас так что то такие дела друзья кому интересно звоним думаем я же говорю 200000 наше время это небольшие деньги за действующий бизнес не тоже что-то делать надо тут нет задолженности у нас не за свет не ну вообще не зашел свет платим регулярно без всяких задолженности мы его когда брали то задолженность была по моему за четыре месяца мы все гасили или больше ну что то проблема какие то были тут со светом мы все у нас насчет этого полный порядок поэтому так друзья поставите другие холодильники ну сюда можно витрины и ставить ну смотря чем вы будете заниматься и каким образом может кому-то с наших соседей я просто не стал всем говорить кричать что мол так и так я продаю сниму видео а я знаю что меня все смотрят кто меня знает ну и кто не знает тоже смотрит примерно догадывается откуда швы и как вот так так что звоним договариваемся будем говорить хотите продукты пересчитаем все сделаем короче вот такой магазин жаль уже на ночь закрывается роллеты вот таким образом надо все закрывается на замки утром открывается я говорю у нас тут происшествий никаких не было тут нормальные люди хорошие соседи поэтому так всем пока удачной мне продажи а вам удачной покупки думайте решайте и решайтесь